В эфире Первого Ярославского, утреннее телерадио-шоу Первая Студия. Смотрят так на меня, чего-то ждут, видимо, в эту пятницу, да? Чего ждёте, друзья? Подарков ждём! Друзья! Мы ждём, что ты сегодня будешь говорить много, красиво. И всё по теме. И всё по теме, давай. Друзья, с вами сегодня Первая Студия, наконец-таки, начинает свою работу. Пятница на календаре, 5 мая. С вами Серёжка Воронин, чешущий новый Лёшка Торхов. Почему ты вот все наши подноготные выдаёшь, мне интересно. Вот всё. Как она под стол заглядывает, ты мне скажи, где тут зеркало? Ксюша, которая просто вот так вот может взять и... Выдать всё в эфире. Выдать всё в эфире, Рулёва. Да, друзья, люблю делать вам такие вот бэкстейджи, чтобы вы понимали, что мы люди, и что у нас тоже есть свои... Чешутся коленки. ...маленькие слабости в виде торховских коленок. Друзья, на самом деле мы немножко похохмели на этом всё, мы и закончили, как бы это делать. То, что сегодня у нас тема очень важная. Мы делаем, мы постараемся сделать сегодня самый настоящий патриотический эфир. Конечно же, будем в преддверии 9 мая, в преддверии 72-й годовщины Великой Победы, говорить о Великой Отечественной войне. Но вы нас простите, я надеюсь, за то, что мы сосредоточились на Ярославле. Всё-таки отсюда мы вещаем, здесь мы с вами сидим, поэтому подробненько расскажем о том, что происходило в Ярославле в это непростое время. Друзья, 744-636, группа ВКонтакте, первая студия, звоните нам. Ну, конечно, без розыгрышей никуда, несмотря на то, что тема серьёзная, но всё-таки она положительная, она весь, ну, как бы добрая такая, да, патриотичная, позитивная. Поэтому, друзья, смотрите, сегодня с вами разыгрываем. Мальчики заставили меня всё-таки принести, не хотела. Сертификат на посещение «Планетария», да, и, конечно же, флешка на 16 гигабайт, 744. Туда нам накачать песен военных лет. Конечно. И подарить. Друзья, кстати, сегодня песен у нас будет с вами вот столько, сколько нужно. Поэтому смотрите нас, давайте с нами общаться, звоните, давайте поздравлять ветеранов, давайте передавать приветы родным и близким, давайте говорить о том, как будете отмечать и встречать 9 мая. Мы пока новости от Серёжки Воронина. Новости Пять круизных теплоходов застряли в Ярославской области, учёные раскрыли секрет сарафанного радио, и ярославские пловцы ударно выступили на первенстве России. Начало восьмого в Ярославле, а самом главном прямо сейчас. Пять круизных теплоходов застряли в Ярославской области, четыре выключи, один в самом Ярославле усидел в том, что в Рыбинске за аварией закрыли шлюзы. Сильный поводок вывел в строя створку рабочих ворот. Судоходные компании временно меняют туристические маршруты. Путешественникам предлагают совершить прогулку на автобусах. Тем временем возобновление судоходцев через Рыбинский шлюжа обещают восстановить уже в течение сегодняшнего дня. И математики из университета ИТМО раскрыли секрет сарафанного радио. В ходе исследования учёные удалось выяснить, с какой скоростью и как распространяются слухи по сарафанному радио. Как оказалось, многое зависит от сути новости, кто её рассказал и была ли она экстренной. И целую россыпь наград завоевали ярославские спортсмены на первенстве России по плаванию в ластах среди юниорок и юниоров 14-17 лет. В общекомандном зачёте Ярославской области уступил лишь команде Томской области в активе наших пловцов 17 наград, в том числе 8 высшей пробы. Отдельно стоит отметить ярославца Алексея Лобачёва, который на дистанции 400 метров в классических ластах не только завоевал золотую медаль, но и побил рекорд России. О валюте доллар по Центральному банку 57 рублей 57 копеек, а ровно где всё, евро по Центральному банку 62 рубля 73 копейки. Лёш, праздничная погода от тебя сегодня. Давай, спасибо, Серёжа. Друзья, сегодня в Ярославле ожидается ясная погода, временами облачно, без осадков, днём температура воздуха составит 11 градусов выше нуля, ночью плюс 8, атмосферное давление в норме. Такая вот погода. Первого Ярославского. Утреннее телерадио-шоу «Первая студия». Такая, такая, такая вот погода у Лёш Торхова, такие вот новости у Серёжа Воронина. Вот и о самом главном прямо сейчас рассказал нам Сергей Воронин. Спасибо, Серёжа. Еще не ближайшего часа, Лёш. Друзья, сегодня у нас такой вот эфир, посвящаем моему надвигающемуся празднику, 9 мая, Дню Великой Победы, 72 годовщину у нас в этом году, в 2017. И сегодня с вами говорим о Ярославле во время Великой Отечественной войны. Все-таки Ярославль хоть и не дали, да, звание города воинской славы, нет у нас такого, да, не присвоено, но все-таки Ярославль очень активное участие принимал. Я думаю, в то время все города принимали активное участие, поэтому здесь как бы сложно выделить какой-то вот, да? Ну, поскольку мы находимся в Ярославле, поэтому мы как бы говорим про Ярославль, это логично. У нас есть звонок. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, ребята. Я чувствую... С наступающим вас праздником, Днем Победы. Спасибо, спасибо. Спасибо, Екатерина Алексеевна. У вас и всю первую студию, и весь наш канал. Наш. Моя мама во время Великой Отечественной войны работала в тылу, ее наградили медалью за доблестный труд, а отец всю войну в нашей Ярославской дивизии воевал, прошел до Верлина, был пять раз ранен, даже на него прислали маме похоронку. И мне хочется прочитать стихотворение, которое я назвала «День Победы». Давайте. «Колышет ветки теплый майский ветер, сегодня самый лучший день весны. Ах, папка, нас бы не было на свете, когда б ты не вернулся с той войны. Мать в тридцать лет осталась бы вдовою, росли бы без отцовщиной сыны, и как завидовали б эти двое тем, у кого отцы пришли с войны. Вернулся ты израненный в медалях, счастливый, молодой, живой. Тебя и ждали, и не ждали. Кто ж после похоронки ждет домой? Работал от восхода до заката, семья большая, пятеро детей, и, как положено солдату, строжил сынов, лелеял дочерей. Все вместе, внуки, правнуки и дети, мы твои ветви. Двадцать восемь человек. Ты пролил кровь, чтоб жили мы на свете. Мы должники твои, отец, навек. Колышет ветки теплый майский ветер. Сегодня самый лучший день весны. Ах, папка, нас бы не было на свете, когда б ты не вернулся с той войны. Екатерина Алексеевна, спасибо вам огромное. Потрясающее стихотворение. Потрясающее стихотворение. Вот честным мурашками покрываюсь каждый раз, когда слышу ваш голос, и вот прям умеете в душу заглянуть. Спасибо огромное вам, спасибо огромное вашим родителям, спасибо огромное всем тем. И мы вас поздравляем тоже с наступающим Днем Победы. Все-таки для вас это, как и для нас, и для всех, я думаю, очень важный праздник, и действительно самый счастливый день весны. Спасибо огромное, Екатерина Алексеевна. Звоните нам еще, друзья, 744-636, группа ВКонтакте, первая студия. Если у вас есть такие же поздравления, если у вас есть история, если ваши родственники, родители, бабушки, дедушки воевали, да, то есть и вы слышали это, грубо говоря, с пеленок, расскажите нам, мы тоже хотим это услышать. И какие у вас планы на предстоящий День Победы, рассказывайте, делитесь, мы обязательно тоже расскажем, куда следует сходить, что посмотреть. Да, обязательно сегодня мы это тоже сделаем, друзья. Ну что ж, я хочу все-таки перейти к Ярославлю в времена Великой Отечественной войны. Ярославская область к 41-45 года была интенсивно развивающимся крупным индустриальным регионом. Где-то площадь составляла 62 тысячи квадратных километров, проживало на этой территории более 2 миллионов людей. И несмотря на крупный, да, город действительно промышленно развитый, всегда было и прекрасные торговые пути, да, то есть Ярославль это всегда была такая вот, такая точка, да, что называется, сбора. Городу очень пришлось во времена Великой Отечественной. Главными задачами в тот напряженный период было важно ликвидация последствий налета вражеской авиации, подготовка города к обороне, организация жизнеобеспечения города, приемы размещения воинских частей и госпиталей, с чем мы, кстати, успешно справились, потому что Ярославль действительно очень много жителей блокадного Ленинграда, детей тогда, да, принял. Конечно, и вакуационный центр был самый большой. Госпитали, интернаты. За кратчайшее время все это дело просто собиралось, строилось и происходило. Давай сейчас посмотрим. Мы подобрали некоторые фотографии, да. Тысячи ярославцев работали на строительстве оборонительных сооружений. Общая протяженность укрепленных рубежей составляла 780 километров. Работы вели 12 полевых строительств. Городские жители составляют 26% общего числа мобилизованных. До 70% строителей были женщины. Активно участвовали ярославцы в военно-полевом строительстве по Ленинградам. И, вот, встрою, смотрите, сейчас как раз-таки северная рабочая газета, да, вырезка непосредственно от июня, я так понимаю, 23 июня, да, 1941 года. Как раз-таки вот то самое строительство, оборонительные сооружения. Начало массовой эвакуации населения из Ленинграда и западных областей, захваченных врагом в Ярославле, как и во всей области, были организованы пункты приема эвакуированных, стационары для лечения. Только в феврале 42-го прибыло 167 эшелонов с более чем 300 тысячами эвакуированных. Всего за годы войны через станцию Всполе, нам известно, ныне Ярославль главный, прошло 758 эшелонов, в которых было свыше 600 тысяч человек, эвакуированных из Ленинградской, Смоленской, Калининской и других областей. Для ленинградских блокадников в городе было организовано 26 стационаров. И что важно, среди эвакуированных было действительно очень много детей. С первых месяцев войны до июня 42-го Ярославская область приняла 122 тысячи ленинградских детей. В рекордно короткие сроки было организовано около 200 детских домов и интернатов. Дети были обеспечены питанием, одеждой, заботой и вниманием. И сейчас, кстати, действительно у нас есть организация Ярославская, жители блокадного Ленинграда. Периодически встречаюсь с ними на разных таких патриотических мероприятиях. У нас на Леонидском кладбище есть мемориал для блокадников, посвященный. И они там периодически собираются. Осталось их совсем немного. Наверное, по моей последней информации, чуть-чуть более сотни. Но это потрясающие люди, которые рассказывают свои истории, ходят по школам, занимаются патриотическим воспитанием современных детей. И это просто не перестает меня удивлять, вдохновлять. И я в последнее время, как я говорю, в старости в своей, стала глубоко сентиментальной. Я слушаю эти вещи, и честно, у меня наворачиваются слезы, друзья. Ну а теперь мы переходим к тому самому моменту о ярославцах, именно непосредственных воюющих. Да, Сереж? Мы сейчас с тобой тоже об этом немножечко расскажем. Что же, какие были сформированы у нас дивизии? Да, в годы Великодечного в Ярославле были сформированы 234-й, 243-й, 246-й и другие стрелковые дивизии. Отдельная стрелковая бригада, в отшедшая состав 28-й, 2-й ударной, 39-й армии, несколько артиллерийских полков, 222-й авиационный полк, 226-й отдельный батальон связи, лыжные батальоны, отдельные восстановительные железнодорожные батальоны и другие соединенные части Советской армии. Так, 243-я стрелковая дивизия сражалась на Великолузской земле, реке Западная Двина в составе Калининского фронта участвовала в обороне Москвы. 328-я стрелковая дивизия сражалась за освобождение города Михайловка, Рязановской области и других городов. Воевала с фашистами в Беларуси, штурмовала восточную Пруссию. 234-я стрелковая дивизия сформирована в Ярославле, прошла славный путь от Волги до Эльбы. Участвовал в боях под Москвой, сражался с освобождением Смоленской области, вместе с другими воинскими частями воевал на территории Восточной Пруссии и в 45-м году вышла к реке Эльби. Солдаты трудового фронта, у нас много людей, которые... Девай, да то, что все тогда наши предприятия перешли на такой вот военный режим, то есть мы полностью обеспечивали максимально там одеждой, едой, оборудованием, ну как бы вот всем, чем могли обеспечить нашу область, да, в годы войны, ну, грубо говоря, нашу страну, мы обеспечивали. Действительно, Ярославль показал себя с той самой стороны, что, ну, надежный город, который... Да, все, за 4 года 500 тысяч ярославцев ушли на защиту Отечества, встали они в ряды Советской армии, военно-морского флота. Давай посмотрим, как раз есть у нас некоторые фотографии. Другие воевали в партизанских отрядах на оккупированных территориях. Более 200 тысяч наших земляков не вернули, среди них тысячи граждан города Ярославля. За мужество и героизм, правильный при защите Родины, сотни тысяч наших земляков награждены орденами и миндальными, более 200 человек удостойны звания Героя Советского Союза. Ну, вот сейчас как раз-таки мы с вами видим те самые письма, да, треугольники, треуголки, которые приходили, то, что осталось, то, что удалось, сохранить письма с фронта, извещение о пропавшем без вести, солдатское письмо 43-го года, это непосредственно механический цех Ярославского автомобильного завода, там производилась обработка орудийных 75-мм снарядов для фронта, это вот непосредственно наши с вами защитники, да, вот они как раз-таки прибыли в Ярославль, да. Победа их встречает, выходит на станцию с полей, сейчас Ярославль главный. Сколько счастья и красивая борода. Несмотря ни на что, нужно было выглядеть всегда, но это непосредственно то, что у нас происходило с вами в Ярославле, миссии на Советской площади. Хочется, кстати, вклиниться перед тем, как мы прочитаем самый, наверное, астрологический гороскоп. Сереж, вот у меня есть деревня, и деревня Твердина, и там стоит дом, вот именно в этом доме жили дети блокадного Ленинграда. Крючки до сих пор висят, имя, имена до сих пор подписаны под каждым крючком. Деревня Твердина, и, собственно говоря, вот наш дом тоже принимал блокадник. Ну и Ярославцы проявили такое, да, принимали всех своих детей. Я долго думал, что сказать, у нас есть звонок, давайте мы быстренько, быстренько поговорим. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Анна. Анна? Анна? Да. Отлично. Анна, расскажите, пожалуйста, вообще как-то о войне, много ли знаете, ваши родственники, быть может, воевали, или вы хотите поздравить просто ветеранов? Просто хочу поздравить, мой прадедушка воевал, он без вести был пропавшим в списке. Это жутко. Ходим на Леонтьевское кладбище каждый год, возлагаем цветы, смотрим концерт посвященный. Анна, а в этом году пойдете, как будете отмечать День Победы? Обязательно пойдем, мы в центр поедем. Правильно. Самое главное, слушайте нас внимательно, расскажем, какие дороги будут перекрыты, где какие-то мероприятия будут происходить. Спасибо вам огромное за звонок, за поздравления, друзья. И мы присоединяемся к поздравлению Анны 744-636, группа ВКонтакте Первая студия. Сегодня с вами обсуждаем самый светлый, самый праздничный день весны, 9 мая, День Великой Победы. И сейчас, да, я думаю, что мы быстренько с вами прочитаем гороскоп, потому что каждый раз обещаем, и знаем, что для многих это тоже действительно важно. Следят, следят. Итак, Овны сегодня очень активны и подвижны, готовы делать не только свою работу, но и помогать другим, причем бескорыстно. Тельцы, вы желанный гость, поэтому остается только принимать приглашение и выбирать, кого вы осчастливите своим визитом. Близненцы, возьмитесь за все незавершенные ранее дела. Сегодня отличный день, чтобы закончить их и подвести итоги. Раки, от вас потребуется максимум усилий и энтузиазма, чтобы сделать все на совесть. Львы, день сулит неожиданные подарки и приятные сюрпризы. О, это хорошо. Дева, постарайтесь сделать дела до наступления вечера, так как к этому времени у вас сразу же появится несколько приятных знакомств. Весы, не упускайте из-под контроля свои дела, кто-то может ими заинтересоваться и слегка их подпортить. Скорпионы, возможно, что сегодня чужие идеи могут увлечь вас еще больше, чем свои. Стрельцы, если вы задумали тихий семейный вечер, подойдите к делу с ответственностью. Козероги, к вечеру напряжение трудового дня отступят, и вы начнете относиться ко всему более миролюбиво. Водолей, сегодня вы со спокойной душой можете отдохнуть от своих обязанностей и как следует расслабиться. А вот у рыб по-другому. Желание работать сегодня просто бьет из вас ключом, отдать и своему настроению. Ну что ж, друзья, сейчас мы переходим на короткую рекламу, скоро вернемся, обещаем, будет очень интересно. У нас очень интересный гость. Утреннее телерадио-шоу «Первая студия». «Первая студия». Расскажите, что же это были? Стоп, Стюш, свою музыкальную карьеру я начинал в три года, когда играл на баяне. Так, хорошо. Вот тогда я пел песни, допустим, и военных лет, и идет солдат по городу, и через две зимы. Вот это да, музыкальная карьера началась в три года. А в дальнейшем? Да, в дальнейшем я просто работал звукорежиссером. Вернее, сначала начинал я работать в 18 лет. Была такая профессия техник-радист, потом старший техник-радист, потом уже звукоператор, потом уже звукорежиссер. Вот, и сейчас я работаю звукорежиссером и анонжировщиком, и помогаю ребятам, солдатам записывать композиции. Ну и сам вот втянулся в эту тему, и так получилось. Сейчас работаю в кинокомпаниях, пишу музыку для фильмов, для сериалов. Ну и вот... А почему именно военные? Почему же вас... А вы знаете, это, наверное, в крови просто все дело происходит, потому что, например, два моих деда погибли в 41-м году, причем одного из них, я думал, что он без вести пропал, оказалось, что он... Я узнал об этом только тогда, когда снимался у нас фильм «Отверка Чубея», и я писал музыку для того фильма и песни. Я узнал, что он не погиб, что он был взят в плен под Псковом и умер в концлагере в октябре 41-го года от Тифа в Германии. Вот такая трагическая судьба моего деда. И как-то вот вас, да... Это все, да, это все, видимо, вот будоражит. У нас такая страна, мы не можем не помнить об этом, мы живем с этим. Это правда. Это же действительно, как наша телезрительница сказала, вы слышали, да, самый светлый, самый праздничный майский день, все-таки 9 мая, да? И вот вы сказали нам о песне, которую вы написали. Вы пришли с гитарой сегодня не просто так, мы очень хотим ее послушать. Давайте с вами попоем. Давайте попробуем. За солнце свет, за дни прекрасные, за дом родимый, за страну. За матерей, за очи ясные, мы уходили на войну. Никто из нас не знал еще вчера, что нам начертано судьбой. Но пробил час, и вот пришла пора, вступить с врагом в кровавый бой. Да пусть меня боится лютый враг, на сердце ладанку храню. Да, Бога, я еще не сделал шаг, но если надо, я шагну. И в небесах, грозой стревоженых, замолвят слово обо мне. В глухих лесах, полях некошеных, мы оставались на войне. За солнце свет, за все, что прожито, готовы головы сложить. Тогда и судьба, и дай нам, Боженька, хотя бы день еще прожить. Наших ветеранов, давайте скажем современному поколению о том, насколько это важный праздник. Потому что я думаю, что человек может петь и исполнять, и придумывать музыку для таких песен, только если он сам глубоко понимающий и чувствующий человек. Поэтому я думаю, что вам есть что сказать. Человек должен быть патриотом своей страны, и патриотом каждого события, которое происходило и будет происходить. Да, вы знаете, в самом деле, хочется сказать, что мы немного дадим сейчас ветеранам, вот, я не знаю, материальные блага какие-то, это может быть неважно. Внимание, внимание, это в первую очередь должно быть, да. И вот сегодня у нас концерт, будет большой концерт в Театре юного зрителя, на котором будут присутствовать наши ветераны. Я, понимаете, я уже волнуюсь, наверное, больше, чем сейчас нахожусь у вас в студии. Потому что петь для них, отдавать вот эту маленькую частичку себя, хотя бы это им дать, это уже, это что-то, это уже хорошо. А вот что касаемо патриотических песен, допустим, ну, если вы обратите внимание, садитесь в транспорт, допустим, едете у нас по городу, какая песня приходит вам в голову из патриотических песен, из песен военных лет? У меня день победы и смуглянка. А мне приходит в голову, допустим, эх, будет дорожка, а фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, понимаете, тоже ассоциация, в общем, конечно, такая, несколько сатирическая, но, тем не менее, это же тоже часть патриотизма все-таки, да? Спасибо вам огромное, Андрей Владимирович. У нас в гостях был замечательный человек, композитор. Прекрасный человек. Очень, правда, да. Андрей Владимирович Комаров. Мы очень рады были видеть вас в нашей студии. Спасибо. Наступающим праздником. Надеюсь, все у вас будет хорошо. Я надеюсь, ветераны прочувствуют вашу любовь к ним, друзья. Ну, а сейчас мы продолжим, сейчас послушаем как раз-таки песни, которые уже включены в проект первого Ярославского, когда известные люди поют тоже очень важные патриотические песни. Давайте посмотрим, что у нас из этого получилось и тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Бьется в тесной печурке огонь На поленьях смола, как слеза И поет мне в землянке горло Про улыбку твою и глаза Про тебя мне шептали стыд На белоснежных полях под Москвой Я хочу, чтобы слышала ты Как тоскует мой голос живой Я хочу, чтобы слышала ты Как тоскует мой голос живой Ты сейчас далеко-далеко Между нами снега и снега До тебя мне дойти нелегко А до смерти четыре шага Ой, гармоника в юге на зло Мне в холодной землянке тепло От твоей негасимой любви Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, очень надеюсь, что у вас сейчас в сердцах происходит то же самое, что у нас У нас студия просто сейчас какая-то бархатная, невероятная Вообще просто что-то сумасшедшее здесь Самый патриотичный эфир у нас сегодня У меня правда это все есть Кстати, по поводу Вот не только этот проект мы запустили к 9 мая Первый Ярославский подготовил еще один специальный проект 9 мая в сердцах поколения Катедате Первый Ярославский подготовил проект Любимый многими художественные фильмы Новые находки историков документальных проектов Вместе с нашими партнерами Академии кино и телевидения Киеве Были записаны истории о ярославцах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны Легенды, которые с любовью хранятся во многих семьях Письма с фронта и искренний рассказ о героях тех лет После новостей Это вот сегодня 5 мая, завтра 6 мая Завтра этот проект уже непосредственно заканчивает Стартует До 6 мая Он уже идет после новостей Смотрите Как бы это правда очень Ну, это Славами детей Давайте примем звонок еще Доброе утро Доброе утро Доброе утро Как вас зовут? Меня зовут Екатерина Екатерина Я хочу поздравить всех-всех И молодежь И тех, кто еще жив до сих пор Кто когда-то был советским человеком С этим великим праздником И я хотела бы рассказать одну небольшую историю Об одной женщине Которая в годы войны, когда началась война Ей было всего 8 лет Она жила в деревне Ленинградской области Ее папа был председателем колхоза Немцы оккупировали эту деревню Значит, узнали, кто председатель Всю семью поставили перед домом Согнали всю деревню И демонстративно расстреляли всю семью И оказалось, что все погибли Кроме вот этой маленькой девочки Которой зовут Паутова Евдокия Мироновна Ей сейчас около 9... Ну, вот если 8 лет, значит 84 года ей Она до сих пор жива и здорова Так вот она ночью, значит, пришла в себя Ползла, не зная куда И оказалось, что ее подобрали партизаны И в итоге ее переправили Потом посадили на поезд И этот поезд привез детей в Ярославль И вот она с 8 лет находилась в Ярославле Жила в госпитале Помогала тем, что она стирала бинты в госпитале Ну, и здесь она уже, конечно, вышла замуж Познакомилась с моей мамой И вот мы дружили семьями Еще мне хочется рассказать небольшой такой подвиг Это уже дядя моего мужа Когда переплывали в Днепр, он был поваром Но плавать не умел И он только думал, как же мне быть Так вот, понимаете, он соорудил плод Израсходовал все веревки Значит, положил туда продукцию Отсоединил лошадь Лошадь сама плыла, он сам плыл Но поскольку он плавать не умел Он взял сухое бревно Привязал себя ремнем И, говорит, пока плыл Все бомбили Как вам они бомбежки Это ужас, какое-то месиво И только думал Господи, помоги Солдатики должны кушать Спаси лошадь Спаси продукты И вы можете себе представить Лошадь жива Продукты целы Ну, и немножко легкое ранение Получил Иван Семенович И за это он получил орден Потому что все продукты были целы Представляете, он даже сам не ожидал Настоящий героический поступок, Екатерин Да, такая очень интересная история Отличная история Спасибо Очень много Всех поздравляю Праздник всегда встречаю Со слезами на глазах И моя любимая песня Может быть, вы потом послушаете Найдете в интернете Она называется «Русские идут» Там такие слова есть чудесно «С нами Бог» И что вот мы последний вздох Отдадим за родину, за нашу Вот у меня чувства тоже переполняют У меня есть дача Но 9 мая мы вместе с мужем Только в городе Ярославле Екатерина, спасибо огромное Большое И вы еще тоже привнесли Вот эту чуточку Мандража в наш эфир Екатерина, я надеюсь Что вы обрадуетесь тому Что мы решили подарить вам сейчас Сертификат в планетарии Просто за такие истории И за вот эти невероятные вещи Которые вы рассказали Про ваших родственников Про ваших знакомых Поэтому давайте Я думаю, вы рады? Я очень рада Екатерина, да Впереди большие выходные Обязательно найдите время И сходите Очень интересно Да Спасибо Не кладите, пожалуйста, трубочку Расскажем, где забрать Друзья, ну а у нас Мы так и понимали Что у нас будет все Очень-очень-очень быстро Поэтому мы вынуждены Уйти на рекламу И новость от коллег Вернемся И расскажем еще максимально Полезные и интересные информации Ну что ж, друзья Первая студия снова вернулась Сережка Воронин остался со мной Мы с вами продолжаем обсуждать Патриотическую тему День Победы 72-я годовщина Со дня Великой Победы У нас в гостях Вот так вот неожиданно оказалась Анастасия Шевчук Заведующая отделом Социокультурных программ Ярославского музея-заповедника Она пришла нам рассказать С вами о том Что же будет в нашем замечательном музее Да, происходить В День Победы Анастасия, давайте Самое интересное Что же подготовилось Доброе утро Доброе утро Конечно, весь город празднует День Победы Это действительно Один из самых главных праздников Не только весны Но вообще, наверное, года И Музей Боевой Славы Каждый год представляет программу Она, конечно, достаточно обширная Первое, с чего начну, естественно Это экскурсии Да, в музее нельзя Без экскурсии Обязательно Которая как раз расскажет И о героях Советского Союза Ярославцах И вот вы рассказывали Что действительно город был тыловой И все работали на благо фронта Конечно, и об этом тоже В музее рассказывается Каждый год открывается выставка Небольшая, но все равно Какая-то новая тема В этом году это фронтовые письма Ой, это очень здорово Правда Конечно, достаточно интересно Что сложить надо уметь Да Мужик посмотреть, что пишут Конечно И действительно, ведь в каждой семье Наверное, хранятся письма У кого они есть Это самые такие бережные Такие семейные вещи Которые действительно хранятся Реликвии настоящие Реликвии, действительно Конечно, будет и большая концертная программа Программа у нас очень хорошая Насыщенная в этом году Будет и военный оркестр И актеры тюза И в том числе Детские различные коллективы Танцы, стихотворения Но еще у нас уже третий год подряд Будет одна такая Очень интересная рубрика Она называется Свободный микрофон Вау Когда каждый житель города Ярославля Который придет к нам на праздник Он имеет возможность Выступить на этой сцене То есть вот как раз Там есть предусмотренное время Высказаться Да, и вот как раз Мы слышали о том Что вот как сегодня У вас в студии звонили И говорили Телезрительница История какие-то Может история Или стих, песня То есть это тоже можно будет Конечно, заранее у нас уже Кто-то записывается Самый юный гость у нас Это пять лет То есть и от пяти лет и выше Да, уже То есть, конечно То есть есть такая возможность Выступить на этой площадке А вот по поводу детей Я прочитала Для детворы Подготовлена уникальная Военно-спортивная игра Один день из жизни солдата Это что? Да, каждый год мы стараемся Как-то более активные Какие-то вещи Именно для детей Это игра Которая соединяет в себе И интеллектуальные вопросы И по музею И по аллее славы И по парку военной техники Который у музея Боевой славы находится Но в том числе Есть активные площадки Можно будет проверить Свою меткость Поработать даже С металлоискателем То есть вот разные площадки Папы-то, папы-то Смогут поиграть Поучаствовать Обычно начинают играть дети Но к ним присоединяются родители Конечно, папы Это правильно Знаю, у вас будет фишка Какой-то специальный хлеб Да, это так называемый Хлеб-победа Так, что это за хлеб? Вот как раз Участники игры Они смогут его продегустировать Такой сталинградский хлеб Сделанный по рецептам Военного времени Где определенное Сочетание муки То есть действительно Он не такой, как сегодня И один из ресторанов Ярославских нам делает Такой хлеб-победы Именно в этот день Для дегустации Слушайте, с ума сойти Действительно А каша-то будет Конечно, да Ну есть такие традиционные Да, вот как концерт Каша, естественно Традиционно Каждый год Без этого просто никуда То есть я так понимаю Что все вот эти вещи Которые мы сейчас с вами назвали Абсолютно бесплатно Да, да Для посетителей Конечно Давайте с вами скажем Во сколько и где Чтобы люди понимали Куда идти и когда Музей боевой славы Находится прямо напротив Мемориального воинского кладбища Да, как раз Многие утром поедут туда Возлагать цветы И вот с 10 до 16 Будет программа Игра, концерт То есть Улица Улическая 44А Друзья, слышали все внимательно Смотреть действительно Очень важно И вашим деткам Тоже расскажут Очень много чего важного Вот все, что не успели Нам сегодня рассказать Вы в эфире Можете рассказать Свободный микрофон Конечно Да, и историю То, что мы опять-таки Не успели сегодня озвучить Вам расскажут Замечательные люди Анастасия Давайте с вами Пожелаем Поздравим всех С этим праздником Открытый микрофон Да, для вас Я всех поздравляю С наступающим праздником Днем Великой Победы И советую вам Приходить к нам Вместе со своими семьями Чтобы эта история Она сохранялась В каждой семье И помнился Каждый солдат Сохранялась И передавалась Обязательно Друзья У нас в гостях Была Анастасия Шевчук Заведующая отделом Социокультурных программ Ярославского музея Заповедника Очарательная девушка Которая, я думаю Очень интересно рассказала Из-за Ну, как бы В душу тоже попала И сходить туда захочется Утреннее телерадио-шоу Первая студия Друзья У нас есть звонок Доброе утро Доброе утро Здравствуйте Доброе утро, Ксюшенька Доброе утро, Леша, Сережа Здравствуйте Здравствуйте, ребята С наступающим вас И вас тоже Здоровья вам Счастья Спасибо, Наталья Спасибо И мирного неба над головой Вот, я думаю, что это самое главное Совершенно верно Чтобы на нашу землю Больше ни одна бомба не упала Правильно Поддерживаем Поддерживаем полностью Наталья, давайте У вас есть уникальная возможность Правда, коротенькая Поздравить всех ветеранов И, ну, как бы, вот просто Чуточку любви и счастья Передать нам В нашей семье тоже такое было У меня два деда на фронте были Бабушка моей мамы-мама Так И отец ее тоже на фронте был Моего отца, папа был на фронте У вас все серьезно Радик был на фронте Так Я хочу поздравить всех ветеранов С этой победой С великой победой Это правда С 72-летием победы Пожелать всем огромнейшего здоровья Побольше силы Хорошего настроения В Перу И хочу поздравить всех наших Ярославских жителей Жильцов Жильцов С Данилова Людей всех хочу поздравить Всю страну нашу большую Огромную Дружную Наша Страна Она большая семья Да Согласна С нашей общей победой С этим фашизмом Правильно С нацизмом Правильно И мы благодаря нашим дедам Прадедам Бабушкам Прабабушкам Мы живем Правильно И должны свою страну защищать Я думаю что мы и с другими Какими-то плохими такими силами Тоже вполне сможем справиться Если что-то вдруг Да Лешка Мы всегда стоим в свою родину Правильно Наталья Наталья Послушайте меня пожалуйста Внимательно У нас сегодня вот такой акт Щедрости и вообще любви К нашим телезрителям Наталья Мы хотим вам подарить флешку На 16 гигабайт Я думаю что вы будете Этому раду И как только сможете приехать Из Данилова Мы вам ее сразу же подарим Может быть Ксюша лично В руки вам ее передать Спасибо Ксюшенька Спасибо ребята Пожалуйста Я очень рада Мне как раз такая флешка Очень нужна И мне надеюсь Непосредственно Есть повод приехать в Ярославль Спасибо Хотели на 8 Но подумали что Приезжайте в Ярославль Забирайте подарок То есть все Пусть у вас будет хорошо Не кладите пожалуйста трубочку Вам расскажут где забрать Но в любом случае Я думаю что все и так получится А за предоставленный подарок Это возможность Мы благодарим нашего спондача Реопт Друзья Вот этот вот замечательный Торговый центр Нам и предоставил Этот замечательный приз И давайте передадим привет И те которые уже появились У нас в группе ВКонтакте Давай Перед тем как я прочитаю Я хочу сказать что Нет ни одной семьи Которой бы не коснулась Совершенно верно Совершенно верно Светлана Сидорович нам пишет Доброго утра Всех с наступающим праздником Отдельное поздравление Благодарность к ветеранам войны Ветеранам тыла и труда Счастья, здоровья И мирного неба над головой Борис Мошкин пишет 9 мая не только прекрасный весенний день Но и незабываемая памятная дата День Победы Совсем мало осталось тех Кто имеет непосредственное отношение К этому празднику Кому лично мы должны сейчас поклониться И поблагодарить за мирное небо Над нашими головами Пожелаем ветеранам здоровья и долголетия И пообещаем что Сделаем все Чтобы молодое поколение Никогда не узнало что такое война Давайте приложим все усилия Чтобы сохранить память о тех Кто долгими шагами шел к этой победе Всех с праздником Золотые слова у Бориса Мошкина Давайте пробежимся по программе Коротко Время у нас не так много Итак начнется все по традиции С возложения цветков К памятным местам Это мемориальное кладбище На Советской площади в 11 часов Стоится торжественная шесть частей Ярославского территориального гарнизона По завершению торжественного марша На площади начнется театрализованное представление На стадионе Спартаковец Ровно в 13.00 откроется Праздничная программа Победный май Одним из главных событий Уже по традиции станет бессмертный полк Конечно Начнется в 13.00 От памятника Некрасова Так что приходите присоединяйтесь И завершится празднование фейерверком Начало салютов в 22.00 Более подробная программа На сайте Первого Ярославска Заходите читать изучайте Более 100 мероприятий Сотни мероприятий Более сотни мероприятий Друзья и как раз таки Первый Ярославский Конечно же Как молодой канал Который все хочет вам показать Если вы не сможете присутствовать Сейчас расскажу какие трансляции вас ожидают Трансляция Парада Победы в 11 часов Сразу после трансляции Бессмертного полка В 14.00 открытая студия на Советской площади В самом центре Ярославля Ведущие корреспонденты приглашают всех желающих Всполнить вместе ярославские песни Победы В прямом эфире До 9 мая на Первом Ярославском известном регионе Люди исполнили песни о войне ярославских авторов Соответственно да Вот мы вам об этом все сегодня рассказали Дети воспитания Академии Киви Тоже мы об этом говорили Рассказали историю о своих дедах и прадедах Мы прочитали стихи Также на Первом Ярославском фильм о войне Тоже в преддверии Великого праздника Вот такая вот программа у нас с вами Насыщенная, патриотическая А у меня кстати вот тоже прадедушка Он тоже воевал И он в 41-м по-моему году Или в 42-м году Я точно не помню Он вот загорел в танке Он был танкистом Леш, а ты вот такой вот молодец Ну в смысле в том плане Что ты помнишь это И наверное рассказываешь Вот такая вот молодец Ну нет в том плане Что ты говоришь У меня просто та самая ситуация Когда действительно у меня нет живых родственников Которые участвовали в войне Все вот как бы И погибли Друзья спасибо вам огромное Спасибо всем ветеранам Мы будем всех поздравлять Первый Ярославский присоединяется Вот ко всем поздравлениям Которые сегодня были сказаны Я думаю что это делает и Сережа Воронин Лешенька Торхов И Ксюшенька Рулева Да Друзья Увидимся с вами уже в среду На следующей неделе Диляра Рома и Дима Приступят Возьмут нашу вахту Я думаю что сегодня эфир Получился на с вами Насыщенный патриотический Если многого не успели сказать Вы у нас простите Ну вот все узнаете В музее заповедника В музее боевой славы И хлеб попробуйте И хлеб попробуйте Друзья Всех Всех праздника С наступающим Всего доброго До свидания До свидания В эфире Первого Ярославского Утреннее телерадио шоу Первая студия